Хорошие шансы на успех Маринкович, он не прогадал. Джеймс, полплощадки у него для игры один на один, и вот на него-то тут даже не издваиваются. Тем следящим за баскетболом известно, что Джеймс был отстранен от участия в тренировках. Но тем не менее, у них три поражения, в отличие от Реала. Но как раз у Реала поражение от Барселоны, в принципиальном матче дома. Ну а Хермансон... Валенсии выйдет со скамейки. Это мечта любого тренера. Джеймс... Внутрь забрасывает очень... Ему надо, потому что он очень хорошо бросает, особенно со статического положения. Майк Джеймс... Будет Джеймс мечом, выманивает на себя Дублевича, но не делает скидку внутрь. Вот сейчас на границе трехсекунд... Нет, это Ухов. Хороший перехват. Сверху нет. В экономном режиме. На игроков тоже. Конечно. Ну и... Еще какой-то момент там был. Ладно, смотрим пока пока. Фокма. Многовато ЦСКА пропускает. Вот уже 50 практически в середине матча. 22 очка в выигранной второй четверти. И тут нужно понимать... Вот это тогда тоже я не очень понимаю, что происходит. Видимо, пора засадиться снова. Звучитник Маринкович. Ну и болом-бой как раз воспарил здесь, как орел. А вот теперь... Смена неравноценная. Дублевич оказался против Джеймса. Джеймс должен его обыгрывать. И тем более здесь Семен Анто. Первый. Но при этом опять же такой растягивающий центровой Джеймс. Так что теперь избыточная жесткость будет наказуема. Лаберри остается против Джеймса в поле. Майк за счет подвижности внутрь под кольцо. Вступили и сразу пошли под кольцо. Джеймс опять. Курбанов. Паразок сравнял. Сейчас, наверное, не надо. Вот как раз тут слушает вас Сергей Николаевич. Дает возможность поработать в защите сопернику. Лично. Браво. Заставил искать скидку. Здесь на грани потери. Еще доли секунды Джеймс потерял, изучая, наступил он на линию или нет. Что однако. Своим успехом забирается под кольцо. Промахивается. Потрогали мяч в борьбе за отскок. Испанцы. Джеймс. Давно не забивал. Майк Джеймс.